Всем привет! Меня зовут Еленко Сергей, и я массажист, как обычно, естественно, сетей Михаилович. Сегодня поговорим об избитой теме, но очень важной, на сегодняшний день очень популярной, массаж антицеллюлитный, и сегодня будем конкретно разбирать историю массажа бедер. Я покажу вам три основных приема, с помощью которых можно очень круто сделать классную гиперемию на бедрах, очень круто подтянуть кожу и, соответственно, сделать хороший тонус мышц. На сегодняшний день у нас модель вполне адекватного телосложения, и здесь я, правда, не смогу показать большие объемы, которые мы сможем уменьшить достаточно быстро, как некоторые говорят, типа, за два сеанса минус 10 кг, разве что с помощью ножа. Но здесь мы как раз можем показать, как это все хорошо сделать. Чуть-чуть подтянуть и нагреть. Поехали! Так как модель уже погрета предыдущими съемками, я не буду здесь сильно разогревать, просто покажу чуть-чуть буквально. Я распределяю масло и после этого начну работать. Первое, самое классическое, мы работаем непосредственно сверху. Стали по равенному столу и поехали. Движения могут быть большими пальцами, пальцами в целом, но смотрите, если вы будете рвущие движения делать, скорее всего, сам забудут синяки. Рвущие движения сразу не применяйте. Сначала максимально подготовьте поверхность. Поехали! Когда работаете, обязательно следите за дыханием, иначе начнете задыхаться. Ну и за дыханием клиента, естественно. А если не слышно, как он дышит? Значит, вы нагреваете зря, он очень быстро остынет. Значит, продольные движения. Вы видите, да? Сразу гиперемикабнесинка круга появляется. Как узнать и распознать, у какого специалиста антицеллюлитный массаж будет эффективен? На что бы ты обратил внимание клиенту? Ну, тавтологически достаточно вопрос. Тут сложно сказать. Почему? Потому что, во-первых, нужно попробовать. Просто все кричат, все кричат, что вот я, самый лучший результат. Сейчас, секундочку. Обращаю ваше внимание. Есть очень классный прием. Вы становитесь против движения, но двигаетесь, опять же, в ту сторону. Это так, чтобы вам было для разнообразия и для эргономики особенно. В интернете... Берете пальчиками аккуратненько, как бы загребаете. Только и видно, что все шлепают, все стягают. Все такие прям вообще стягатели, уничтожители жира, уничтожители целлюлита. Вот. Вы видите, да? В сравнении с левой ногой, правой уже пошло подтягивание. Сразу поднялась гиперемия. Но смотрите, очень многие забывают работать с вот этой складочкой. Работают на вот этой вот части, в частности, чисто по бедру. По бедру, по бедру, но не затрагивают ягодичную мышцу и переход с бедра на ягодичную. Поэтому здесь включаем, как гребнеобразное было растирание. Здесь тоже приблизительно так. Тоже рассчитывайте силу, чтобы все было правильно. Вот оно. Зацеп идет большим пальцем на одну, за другое. Гребень поставлены. И работаете. Можете слегка пританцовывать. Так как узнать, кто делает лучший массаж? Ну, скажу как специалист. Нужно пробовать. Нужно пробовать. Но, как я и говорю всем, абсолютно всем клиентам, которые ко мне приходят, мне говорят, вот если я хочу у меня специалиста, вот у меня спрашивают, как лучше выбрать специалиста. И говорю, есть основные два критерия, которые сразу должны вы для себя брать во внимание. Первое. Если массажист приступает к массажу, не собирая никакого анамнеза и не спрашивая, чего вы хотите, то это точно уже не специалист. Можете даже без разницы, на антисулитный вы пришли или на щебный, без разницы, можете от него уходить. И второе. Если специалист, только взглянув на вас, сразу начинает бросаться диагнозами, тоже можете от него уходить. Диагноз, как минимум, должен ставить врач. Это раз, а во-вторых, на основании как минимум двух или трех источников исследований. А уж от этого можете плясать. Если вас все устраивает, смотрите, как он работает. И какие, конечно, дает советы. Так, два движения вам показал, я показываю последнее. Оно частично как защип идет, щебцеобразное. Оно и разогревание делает, натягивание и выжимание одновременно. Вот скоростное просто. Видите, все четко натянулось. Аккуратненько, красивенько распределено, проработано. Это может повторить абсолютно любой. Тут ничего сверхъестественного нет. Все, ножку можем накрывать, если надо. В данном случае у нас здесь очень тепло и душно, даже сказал бы. Поэтому нагревать мы здесь не будем. На этом, я повторяю то же самое. Я быстро сделаю. А будем обсуждать дальше тему, поднятую механируем. Так вот, как узнать, что лучше? Частично можно по отзывам попробовать. Но отзывы, понимаете, очень часто делают те, кто не имеет никакого отношения к массажу. Это зачастую клиенты. А у них в головах может быть просто симпатия к специалисту, но не из-за его результата. И сейчас действительно Михаил Фрайн сказал, что очень многие дубасят, барабанят, рвут, рекламируют, так сказать, какие-то невероятно ударные техники. Я вообще не понимаю, как можно такое делать. И как люди уходят. Знаете, у нас в сети бывает, но надо проявляться историю. Вот тут я синяк поставил. Истерика там у клиента просто ужас. А тут смотришь видео, человека в прямом смысле лупят. Прямо вот так вот, вот так вот лупят. И у них там типа, ой, у нас мест нету, запитывайтесь. Берите срочно курс и так далее. Так вот. Смотрите, как вам нравится, как это вы ощущаете. И какие дают конкретно сопутствующие рекомендации. Потому что очень важно понимать, как вы пойдете навстречу результату. Если вы вообще пойдете навстречу результату. Поэтому какой лучше? Честно, я не могу сказать 100%. Почему? Потому что каждый специалист будет отставить себя, свою технологию. Ну, разве именно стягание, битье, шлепание приносит результат в антицеллюлитном массаже? Ну, во-первых, вы должны понимать, что конструкция любого адекватного антицеллюлитного массажа, она не строится на ударной технике. Абсолютно. Она строится на проработке зачастую верхних слоев. А для них бить вообще не надо. Ничего. Верхний слоев кожи и верхний слоев мышц. В основе своей именно это идет антицеллюлитная программа антицеллюлитного массажа. Поэтому это быстрые поверхностные движения. Варианты, вариации могут быть абсолютно разные. Но эти движения приводят к притоку крови. Конечно, конечно. А когда просто бьется, лупается, шпухается, без притока крови только не бьется? Когда это просто... Давайте тогда так, сойдем с этой стороны. Если мы говорим об эффектном антицеллюлитном массаже и об эффективном, это два абсолютно разных момента. Если эффектно, то видите, на видео очень многие показывают, как они эффектно делают. Если мы говорим об эффективности, то вы должны прийти и попробовать послушать, посмотреть. И уж тем более, не той, кто выше беда и краще града. Я вам так скажу. Зачастую антицеллюлитный массаж, если качественный, он вообще должен обходиться без хлопков, шлепков. 100%. Если мы говорим о реально качественной работе, шлепки и удары, и стягания не увеличат и не дают больше результата, чем... Абсолютно. Да. Для чего вообще нужна прерывная вибрация? Она нужна, чтобы проработать глубокие мышечные слои, которые вы не можете достать продавливанием. Понимаете? Это, как правило, вот здесь на спине делается. Бедра здесь вообще ни при чем. Здесь очень простая конфигурация и строение. Поэтому, если вы опираетесь на эффектность, ну, это сразу говорю, результат будет 50-50, если он вообще будет. Так, я все показал, все рассказал по этому поводу. Три простых движения, результат мы видим, что здесь, что здесь, пожалуйста. Все наблюдается. Главное, делать все по массажным линиям, с умом, с пониманием. Делаем снизу вверх от коленного суставчика к тазобедренному суставчику. Поднимаем. И сейчас еще и проработаю, как в предыдущем, переход с бедра на ягодичную. А саму ягодичную ты тоже приподнимаешь во время того, когда... Конечно! Здесь сейчас, как бы, нам... Именно бедра. Почему так проработаем? Сейчас веду, и мы понимаем, что, как бы, мы должны делать контент, скажем так, целимый, целомудренный, скажем так. Поэтому, естественно, я здесь не покажу. А так, конечно же, полностью ягодицу и прорабатываю до самого-самого бачка. До пояснички. До пояснички, да. Ну, вообще, я, когда работаю на студии, там я непосредственно вообще приспускаю немножко нежнее белье и прорабатываю сначала бока, и после этого перехожу на бедра. Вот так вот, ребятки и девчонки. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, все такое. Бишите в комментариях полезные вещи, полезные вопросы, а мы будем по возможности отвечать. Всем спасибо, будьте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok